Доброе утро всем! Сегодня меня попросили поговорить на тему устойчивого развития, в частности, то, что касается нефтегазового сектора. Я всегда чувствую себя немножко, не всегда, последнее время, я начал чувствовать себя немножко неудобно, когда мы обсуждаем эту тематику, потому что, мне кажется, сейчас только ленивый об этом не говорит, и каждый утюг в каждом доме рассказывает про то, насколько он зеленый и устойчивый. То есть эта история ворвалась действительно в нашу жизнь достаточно стремительно. И если говорить про глобальные тренды или про локальные тренды, в целом ситуация с устойчивым развитием, и, в частности, с декарбонизацией, она достаточно неоднозначна сейчас. То есть это, если порассуждать на эту тему немножко, то есть, несмотря на то, что этому достаточно много лет, по крайней мере, на постсоветском пространстве, и там в Российской Федерации это долго был такой удел маргиналов. И наши нефтяные компании, и газовые компании, или компания «Я» достаточно спокойно относились к этой тематике. Разговор всегда шел в терминах, что нефть и газ будут всегда, а чем будете топить и так далее. Что самое интересное, несмотря на всю вот эту повестку, связанную с декарбонизацией, в этом все равно много правильного. Потому что сейчас текущий энергетический кризис в Европе показывает, что, возможно, нефтегазовые компании, которые говорили о том, что нефть и газ – это надолго, оказались не так и неправы, потому что всему действительно свое время. Я еще вернусь, наверное, к этому кризису, он интересен именно с точки зрения развития энергоперехода. Но в целом, если говорить про повестку устойчивого развития, сейчас, в принципе, есть такие две концепции. Одна популярная, вторая не очень. Первое, что мы все боремся с изменениями климата, и нужно сделать все, чтобы климат не поменялся. То есть есть цели, которые закреплены в рамках Парижского соглашения. Вот там буквально в эти же дни проходил форум по устойчивому развитию в Дублине, по-моему, где было достаточно большое представительство разных стран. И, собственно, считается, что мы должны снизить углеродный выброс на полтора процента. При этом никто не говорит, сколько это будет стоить. Потому что мы все понимаем, что сейчас зеленая энергия и зеленые продукты – это продукты более дорогие. И вот мы недавно на конференции в том числе общались с Сибуром, общались с Русалом. То есть инвестиции достаточно серьезны в эту тему, но вопрос, кто будет за это платить и кто будет покупать эти продукты, он открыт. Так вот, возвращаясь к этим двум концепциям, первая – это борьба с климатом. А вторая, которая придерживается тоже некоторой компании, заключается в том, что климат изменится, и это точно. И, соответственно, нужно просто готовиться к жизни в новых условиях. И вот эти две, на самом деле, парадигмы, они очень разные. То есть и каждая отвечает определенным стратегическим императивам. То есть в пользу второй версии, например, говорит, ну просто если задуматься, то есть, во-первых, врагом назначен углекислый газ. Если углекислый газ – враг, то если посмотреть на структуру эмиссии углекислого газа, то, например, все сельское хозяйство, например, животноводство, говядина, производство говядины, производит углекислого газа примерно столько же, сколько все автомобили в мире. Соответственно, даже если мы перейдем весь транспорт на электрическую тягу, мы продолжим есть мясо, а мы продолжим есть мясо, и главное, что потребление мяса будет расти, то вероятность того, что мы что-то сможем изменить, она не очень высокая. Это просто интересный факт, соответственно. Две трети воды в мире потребляется на производство продуктов питания, например, но никак не на производство нефти, газа и всего остального. Поэтому, в общем, когда мы говорим про устойчивое развитие, когда мы говорим про энергопереход, здесь нужно достаточно взвешенно, скажем так, подходить к вопросу, и, может быть, как говорят сейчас в рамках вот этой новой парадигмы, нашей новой экономики, большой информационной нагрузки, важным качеством любого руководителя является критическое мышление. Так вот, нужно, мне кажется, немножко критически посмотреть на то, что происходит. Да, энергопереход будет происходить, да, мы двигаемся к энергосберегающим технологиям, но когда это произойдет, какой ценой это произойдет и зачем все это нужно, это большой вопрос. Понятно, что энергосберегающие технологии и, в частности, повестка устойчивого развития придет к глобальному переделу на международных рынках. То есть те компании, которые смогут вот в эту повестку зайти, соответственно, будут лидировать. Но я немножко отвлекся в целом, поговорив про устойчивое развитие, вот про две парадигмы. Если говорить там про конкретные тренды, понятно, что каждая компания ставит перед собой сейчас задачи сокращения углеродного следа. Понятно, что углекислый газ назначен главным врагом, хотя, должен вам сказать, что вот в аббревиатуре ESG, то есть есть много, еще две буквы помимо экологи, да, есть social, есть governance, и экология не заканчивает столько углекислым газом. То есть я поездил по промышленным городам, и вот я могу сказать, что там серый снег, допустим, это не проблема углекислого газа. Там, искупавшись, пардон, в Москварике, можно после этого сходить к дерматологу, и это тоже не проблема углекислого газа, да. Поэтому здесь важно комплексно смотреть в целом на проблему устойчивого развития и на экологию. Вот, если говорить, собственно, про энергопереход, то есть история неизбежна. Понятно, что происходит замещение углеродосодержащего сырья на зеленую продукцию. То есть сейчас, если опять же говорить про цифры, 10% баланса Евросоюза – это уже возобновляемые источники энергии. То есть по планам, по-моему, даже уже 2020 год – это 20%. То есть есть страны, которые фактически полностью используют зеленые источники, там, Норвегия, Швеция. Соответственно, все крупные автомобили-производители декларируют цели перехода к полностью электрификации через несколько лет. То есть тенденция, безусловно, есть. Но если говорить, опять же, про энергопереход и про то, что будет происходить, зеленая энергия сейчас достаточно плотно связана с уровнем технологического развития. И ее использование, возможности ее использования, в том числе, сильно зависит от того, насколько развита цифровая инфраструктура, насколько развита технология и насколько высок уровень образования и инженерных компетенций в обществе вообще. Почему? Потому что мы все знаем, что, допустим, солнечная энергия – нестабильный источник. То есть солнечная радиация нестабильна, ночью ее нет. То есть ветер тоже нестабильный. Например, одно из объяснений энергетического кризиса в Германии было то, что сейчас слабые ветра в Северном море. То есть, представляете, у вас гаснет свет, и вам говорят, а у нас слабые ветра в Северном море. И, собственно, все. И, кроме всего прочего, вот эти все источники энергии зеленой, они действительно, почему они требуют технологий? Вот здесь есть блок один, называется Virtual Power Plants. Вот он, наверное, здесь основной. То есть это понятие объединяет в себе вот эту систему управления соответственно вот этими возобновляемыми источниками энергии. То есть первое, что здесь всех создает сложность – это децентрализация. То есть мы все понимаем, что солнечная генерация, ветряная генерация, приливная станция и так далее – то есть это вещь не массовая, то есть это распределенная система. То есть это первый момент. Этим нужно управлять. Второе – очень сложно сбалансировать такую энергосистему, потому что мы все понимаем, что… То есть одно дело там атомные генерации, когда есть некий большой объем, который потом распределяется и которым можно легко управлять. Здесь, соответственно, есть трудности с накоплением, есть трудности с распределением, нужны достаточно большие перетоки мощности, если мы говорим там в терминах энергосистемы. Почему, допустим, считается, что энергосистема Советского Союза была хорошо сбалансирована? Потому что были большие перетоки. Сейчас все страны отделились, и энергоперетоков нет. То есть в одном месте дефицит энергии, в другом переизбыток энергии, перетока нет. И вот, собственно, концепция виртуальных энергостанций позволяет управлять распределенными источниками энергии на основе искусственного интеллекта, на основе способов предиктивной аналитики, прогнозировать спады и пики, перераспределять энергию предиктивно, кроме всего, и управлять в целом большим количеством распределенных источников, как одной виртуальной станцией. То есть такие проекты уже запущены. Там, по-моему, Тесла в Южной Австралии, сейчас там, не помню, сколько, 650 мегаватт, по-моему. Ну, в общем, достаточно большие мощности уже связаны с этой концепцией. И это же создает вызовы для компаний нефтегазового сектора, вот тех, которые сейчас проводят. Потому что принципы управления совершенно другие. То есть это и данные, это и интернет вещей, это и каналы связи. И поэтому переход к зеленой энергетике – это не просто построить ветряки или построить солнечные панели. То есть это серьезный технологический вызов для страны, для компаний. Потому что это интернет вещей, это каналы связи, это 5G, это искусственный интеллект, это соответствующий инженерный потенциал. То есть вот эти все компоненты нужны для того, чтобы энергосистема, работающая на зеленых источниках, была сбалансирована. И в этой связи, конечно, важно для любой страны и для любой компании найти для себя некий модус операнди, оптимальную модель поведения в той среде, в которой она находится. То есть если посмотреть по мейджорам, по нефтяным, по нефтегазовым мейджорам, понятно, что огромные инвестиции идут, собственно, в ветер, в солнце. То есть какие-то компании вообще декларируют, что они перестают быть нефтегазовыми или газовыми, они становятся энергетическими, в широком смысле энергетическими. И начинают просто производить и продавать энергию. И это серьезный сдвиг, и технологический, и стратегический сдвиг. И это серьезный вызов. Понятно, что есть страны, у которых большое количество ресурсов, и они будут медленно переходить к этой модели, пытаясь использовать ту маржу, которую можно заработать на конвенциональных источниках, для того, чтобы развивать альтернативную. При этом у страны, которые обеспечены, собственно, зелеными ресурсами, солнцем, водой, ветром, они гораздо быстрее могут развиваться в сторону альтернативных источников энергии, но для них препятствует как раз этот уровень общего технологического развития, потому что просто построить станцию недостаточно. Поэтому здесь сейчас идет такая интересная игра на выбывание, с моей точки зрения, в этой области, по той причине, что зеленая энергетика, она действительно требует принципиально другого уровня технологического развития, и не все ее могут потянуть. Поэтому одна из теорий заговора, например, гласит, что вся эта история, она в значительной степени призвана закрепить технологическое лидерство стран, которые уже лидируют технологически, просто по той причине, что остальные не потянут. И, соответственно, экспортом этих технологий будут заниматься те, кто эти технологии производит. Ну и, соответственно, вот эта вот гонка международная, глобальная, она должна действительно привести к какому-то новому миру, в котором мы будем жить. Ну и, так, в заключении, наверное, хотел бы... У меня есть фильм любимый, «Карнавальная ночь» называется, я думаю, что там многие его смотрели. Вот там мой коллега, лектор, сказал, то есть есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно. Вот в нашем случае то же самое, то есть нравится кому-то энергопереход или не нравится, неважно. Идти в эту историю придется, важно то, как мы это делаем и как мы выберем вот этот разумный путь использования тех ресурсов, которые у нас имеются, играя на наших сильных и слабых сторонах. То есть и что важно сделать? Важно не бросаться с головой в эту историю, а действительно взвешенно принимать решения, опираясь на те стратегические преимущества, которые дают вам ваша компания, ваша страна и ваш климат. Все, у меня все, спасибо. Спасибо.